По обобщенным данным туроператоров, в число топовых направлений этого лета вошли Турция, Кипр, Черногория, Тунис. Среди отечественных курортов у отдыхающих лидирует по спросу Краснодарское направление и Крым. В летний сезон топом, как всегда, остается Турция-Тунис, потому что предлагает хорошие отели по разумной цене, с хорошим выбором услуг, инфраструктурой и, конечно, полюбившую нашим россиянам концепцию питания «все включено» или «вульта-все включено». На данный момент есть много стран по всему миру, куда не требуются визы и где можно провести незабываемый отдых на море в любое время года. В топе остаются безвизы странные, в данном случае их, конечно, не так много. В первую очередь, я бы нашел бы Кипр и Черногория. Это еще безвизы странные, которые открыты для наших туристов, которые вполне все безопасны и хороший уровень туристической инструктуры растет. Перечни стран, предлагаемых российскими туристическими агентствами, есть те, въехать куда может каждый желающий. Но сотрудники фирмы обязаны предупредить вас об опасности или, в крайнем случае, назвать те районы или провинции, в которые лучше не ездить. Из последних событий, конечно, немножко негативно сказывается вся ситуация в Египте. Недавно тоже был трагический случай с нашими русскими туристами. Все тоже, опять-таки, немножко отпугивает. Туристам стоит быть внимательнее. В сети появился новый тип мошенничества – поддельные сайты гостиниц. Преступники заманивают клиентов на них невысокими ценами на проживание. После того, как турист переводит передоплату за бронь, поддельный сайт довольно быстро навсегда исчезает. Доказательный пример – случай с сайтом, очень известный санаторий в Афгазии, одного из самых популярных и самых покупаемых санаториев. Появился у него сайт-кон, и тем самым он просто продавал несуществующие туры, а деньги переводил, ему переводили деньги на его счет. Вот такой случай был в том году, показательный. По мнению специалистов, абсолютной защиты от подобного вида мошенничества пока не существует. Отслеживать сайты-двойники должны отели. Однако и самим туристам рекомендуется пользоваться только официальными сайтами. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».